Приветствую вас, мои дорогие зрители! На связи Яна Федорова. Сегодня хочу вам показать еще один необычный способ выращивания лобелий. Вырастить лобелию из семян очень долго и трудно, сложно. Сеянцы у нее очень мелкие, потому что семена мелкопыльные и не каждый может. На выращивание вот такого кустика, уже он зацветать начинает, у меня ушло 3,5 месяца от самого посева семян. Вот видите, как долго растет лобелия. И сейчас вам покажу, что можно с ней сделать. Вот так беру, отрезаю несколько веточек. Они у меня пойдут на черенки. Уже устаревать начала веточка. Она, в принципе, даже уже не пригодится. Можно ее просто удалить и все, уже давненько цветет. Вот еще хорошенькая. Вот сейчас настригу черенков. И разведу себе с одного кустика побольше. Вот за этот, не переживайте, потому что стрижка лобелии очень полезна. Из боковых побегов у нее пойдут еще множество кустов и она будет свести гораздо даже обильнее. Это будет уже такая шапочка цветов. Так, а вот из этих нарежу черенки. Так, верхний с цветочком надо удалить. Ну, вот здесь парочка выйдет. Вот такие черенки. Таким образом нарезаю. Так, и из этих сейчас цветочек удаляю. Из этого даже, наверное, три выйдет. Так, и вот здесь. Очень долго выращивать лобелию, а вот когда так сделаешь, то получается гораздо быстрее. Можно купить пару кустиков себе, готовые уже рассады. Ну, а если вам все-таки удалось вырастить несколько кустиков, то можно вот таким способом увеличить количество рассады. Так, верхний срезаю с цветочком. Так, и этот на два. Вот так. И вот сколько таких веточек. Сейчас я их все посажу. Так, а тут уже вот пошли какие побеги. Этот вот так сделаю. Вот таким образом. Так оставлю. Все. Землю обязательно нужно взять рыхлую, хорошую, воздуха и влага проницаемую. У меня это грунт теравита цветочный. Проливаю ее хорошенько водой. Все, готово. Так, воду, корневин обязательно для облегчения укоренений. Немножко воду окунаю и в корневин, чтобы налип он на веточку. Все, и вот таким образом, просто в произвольном порядке сажаю все черенки, заглубляя примерно на сантиметр. Вот так. Все в один горшочек. И это у меня будет такой пышненький кустик еще один. Главное не посадить ее кверх ногами. Так, еще один. И вот все сейчас буквально в таком порядке посажу. Много что я черенковала, рассаду разную. И томаты, и бархатцы, и цинии, и астры, и георгины. Ну, в общем, все рассады, у которых все... Прошло 16 дней, вот сегодня заглянула, и сейчас вам буду показывать, как лобелия прекрасно укоренилась. Вот она укоренилась и уже немножко даже подросла, начала расти, молодые побеги пошли. И вот даже видно уже кое-где, вот прямо даже на стволиках есть корешки. Вот так быстро и легко укореняется лобелия. Все, теперь пакет можно снимать, только я обычно сразу пакет не снимаю, потому что здесь были цикличные условия, и она пока не закаленная к сухому воздуху. Квартира, она может вот так вот завять, если резко пакет убрать. Я вот так делаю, когда черенок у меня укоренился, в принципе, любых растений. Постоянно много все черенкую. И вот наловчилось вот так делать. После того, как черенки укоренились, я вот так делаю. Окошко небольшое оставляю и так держу 3 дня. За это время черенки уже адаптируются, привыкают к сухому воздуху. И через 3 дня уже полностью пакет убираю. И тогда они уже не завянут и не полягут. Ну, а пока она у меня не приученная, я снова одеваю пакет. И пусть она потихонечку адаптируется. Через 3 дня, когда она привыкнет к сухому воздуху, пакет уберу, как и сказала. Ну, все, теперь следим за поливами, поливаем по мере подсыхания. Все это время, пока она у меня стояла в пакете, укоренялась, я не открывала, не проветривала, не поливала. Здесь земля сохранялась влажная. Ну, а теперь, когда уже сюда будет воздух поступать, земля начнет подсыхать, нужно будет следить за поливом. Поливать по мере подсыхания и держать на ярком и рассеянном освещении. Вот так, дорогие мои зрители, очень легко и быстро вырастить лобелию с помощью черенкования. Представляете, как это упрощает наш труд? Вот такие обычно сеянцы лобелии вырастают где-то месяца за 2. А вот так мы буквально за 16 дней очень быстренько все с одного кустика получили вот какую небольшую куртинку. И она сейчас очень быстро пойдет в рост и скоро уже появятся бутончики. Примерно через, ну, где-то через месяц уже после посадки черенков начинает она уже цвести. Вот такой вам приемщик небольшой. Желаю вам красивых цветов. Если вам понравилось мое видео, ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал. Субтитры сделал DimaTorzok